Приветствую вас и завершенная очевидность, что имеет место школьный образ любви, школьная форма чувств и так далее. И вы знаете, вот в этом контексте мне бы и хотелось с вами поговорить. Село в том, что в детстве, вообще в детстве, все эмоции человека ощущаются немножечко более остро, более полно, более рьяно, более ново. И сейчас у вас остались не столько сами чувства, сколько их след, их остаток, их воспоминания. И единственным способом для того, чтобы вам девочку забыть, единственным способом для этого будет только лишь то, что вы с ней еще раз встретитесь, поговорите, увидите ее по отношению к вам определенное отношение, определенную точку зрения, определенную позицию. Вы это увидите и вы поймете, что вот то, что чувствуете вы, то, что ощущаете вы, это скорее иллюзия, чем правда. Правда. Потому что, ну, понятно, что девушка уже лучше, девушка семья. Но до тех пор, пока вы не распинчаете вот этот вот свой идеальный образ, до тех пор, пока вы не перестанете о нем думать, до тех пор, пока вы не будете воспринимать человека таким, как он есть, вне зависимости от его образа, вне зависимости от того, что вы сами себе о нем думаете, что вы сами себе о нем представляете и так далее, вам будет тяжело и сложно, потому что, ну, в самом деле реального человека видеть вы, ну, скажем так, не будете. И в этом и кроется основная проблема, основная беда, то, что вам нужно увидеть реального человека, вам нужно увидеть реальную личность под, можно сказать, образом, под видением, под восприятием, собственно говоря, образа, который вы сейчас наблюдаете. И вот, об этом вам и нужно работать, об этом вам и нужно, этому вам и нужно следовать. Говоря конкретно о том, что можно и нужно сделать, это с ней пообщаться. С ней пообщаться, чтобы развенчать образ. Развенчая, развенчая эти образ, сможете дальше жить, опустить человека, или наоборот, сблизить, в зависимости от того, как она к вам настроена. Потому что, по качеству вас живет надежда, надежда на то, что можно исправить ситуацию, которая у вас сложилась. У вас есть надежда на то, что можно как-то восстановить, вернуть отношения с девушкой, и именно эта надежда не позволяет вам ее отпустить. Далее вы пишете, что она вам начала сниться. Сниться и сновидение – это форма определенных наших желаний. Сновидение – это форма реализации наших не всегда осознаваемых стремлений. Возможно, вы хотите влюбиться, потому что у вас не получалось построить отношения с девушками вообще. Возможно, вы хотите, наконец-то же, отношения, семью, какие-то серьезные формы взаимодействия с противоположным полом. И это у вас не получается, и вы, с одной стороны, отчаиваетесь построить отношения с теми, кто есть в доступности, и с другой стороны, хотите все равно этих отношений. А поскольку символом вот этих вот отношений, которых вы хотите, но которых у вас нет, является девушка, та девушка, о которой вы пишете, то можно и нужно говорить о том, что вы, естественно, ее видите. Естественно, вы ее замечаете, вы думаете только о ней. То есть она для вас своего рода образ, образец его отношений. Но каких отношений? И тогда, если у вас не получается построить отношения вообще, когда, в таком случае, если у вас имеются определенные неудачи в этом, то нужно разбирать, почему вы не можете построить отношения, что вам мешает, какие блоки стоят на пути построения искренних, равноправных, чистых взаимодействий с девушками, если есть какая-то неуверенная в себе, если есть какие-то страхи или что-то еще, то с этим с ней можно работать, чтобы максимально полно раскрыть себя по отношению к девушке, и тем самым, любая девушка, не только в той, которая впечатлевает, и тем самым понять, что ваша девушка, о которой вы мечтаете, не является единственной, если, скорее всего, ее образ, который сейчас у вас со знаний, не соответствует реальному человеку. С другой стороны, посмотрите на эту ситуацию немножечко, и так, она скрыла свою страницу, значит, как вы говорите, не хочет с вами общаться. Возникает вопрос, а почему она не хочет с вами общаться? Если ей было все равно на вас, если ей было, ну, если бы вы никак ее не трогали, никак ее не надевали, ничего для нее не значилось, то она бы, наверное, наоборот, бы совершенно спокойно с вами общалась. А раз она скрыла свою страницу, значит, что-то ей мешает с вами общаться. Возможно, это что-то ее муж, который ее ревнует, возможно, это что-то ее собственная реакция на вас. Этого, конечно, мы с нас не можем, но, тем не менее, это вам предстоит выяснить. Выяснить как. Вы с ней встречались, вы с ней уже виделись, вам нужно просто еще раз с ней поговорить. А если быть до конца честным, то пригласить ее на чашечку кофе, например, в кафе, чтобы, во-первых, увидеть ее реакцию на это предложение. Кстати, предложение безобидное. Кстати, предложение абсолютно невинное и совершенно ничего не значительное. Но вот, в зависимости от того, как она отреагирует на него, вы сможете планировать свои дальнейшие действия не только по отношению к ней, но и вообще по отношению к своей жизни. Потому что пока вы не завершите взаимодействие с ней, вы не сможете полноценно вступать в отношениях с другими девочками, потому что, ну, опять, вы будете сразу подправнивать их с той самой первой. Во-вторых, вы будете постоянно думать о ней, и вряд ли у вас получится что-то хорошее. Значит, ну, не скрывать, развершить взаимодействие с той, с скольной любовью, а потом и все остальное. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok